Великий человек. Из ближнего и дальнего зарубежья. Вот в этой весовой категории весь педестал остался за российскими спортсменами. Потому что третье место заняли Шамиль Батиров. Брат Мавлета Батирова. Я уже говорил. Два золимпийского чемпиона. И Магомед Гаджи Абакаров. Ну вот пока я называл педестал. Нырком перевел в портер Зелимхан Юсупов. Товарища по сборной команде России. И выиграл первый период. Итак, второй. Будет третий, не знаем. Ну может сейчас был шанс у Ильдара выиграть балл. Ну на ногах Юсупов удержался. Не позволил забежать за спину. Хороший тоже подраскрытого соперника. Буквально чуть ли не сбил сразу плечом Юсупов. Ну спокойно в итоге набирает выигрышные очки. Видите, как и ножки там ногами растягивает. Ставит в опасное положение. И выигрывает. Выигрывает золотую медаль. Вот имя нового чемпиона, победителя турнира. Ну что ж, интереснейшая весовая категория 74 килограмма. Ануэр Гидуев, россиянин слева. Великолепный наш мастер против Мусы Муртазалиева. Младшего брата двукратного чемпиона мира. Махача Муртазалиева. Который, кстати говоря, вот здесь с краю у ковра находится. И тоже секундирует своему брату. Ну вот Мусам Муртазалиев, который как борис сформировался в Дагестане, сейчас выступает за Армению. Тесно, тесно, конечно, дагестанским борцам. Уже в рамках республики по всей России разъехались. И не хватает места, по большому счету, уже и в нашей стране. И в Азербайджане. Он считает добрая половина сборной из дагестанских спортсменов. И вот так вот до жребия доборолись. Кому повезет брать захват. Жребий выпадает Гидуеву Ануяру. Посмотрим, как он справится с этой ситуацией. Знаю, что Мусам может контратаковать. Вот из этого захвата только из партера перевернуть. Во всяком случае, его брат Махач великолепно соперников оттуда переворачивал. Смотрим. Ключевой эпизод. Кто-то такой-то и накрывается на сам Артазалиев. А период оставил за собой Гидуев. В этом сезоне Гидуев потрясающе выступает. В общем-то, очень ярко. Многие помнят, как в финале Кубка мира в Москве иранца Абвилов бросил, буквально накутировав. Как будто со второго этажа упал соперник. Затем, через неделю у себя на родине, в мальчике, в матчевой встрече сборной США и сборной России. Классно отборолся тоже. Очень яркий, хитрый спортсмен. Ну, Мусам Артазалиев великолепно его знает. А это у нас будущий борец. Сопливый пока еще. Но сколько там времени пройдет, пока вот он... Может быть, и станет знаменитым. В Дагестане вообще, я не знаю ни одного парня, ни одного мужчины, который проскочил как-нибудь мимо борцовского зала. Такого не бывает. Но отсюда, наверное, и результаты. Вот из этого положения левую ногу может наверх на спину забросить Гидуев. У него есть такая хитрая домашняя заготовочка. Накалывается по сферу, соперников делая бал. А сейчас мог вытолкать за ковер. Сориентировался Мусам Артазалиев. Вот, вот, вот этот его прием. Но побоялся, не рискнул. Потому что, знаете, это такой акробатический элемент своеобразный. И вот сейчас попал в неприятное положение Гидуев. Его задача забежать за спину. Ну, а Муртазалиев работает на удержание бала. И, ах, думал сейчас обострит Муртазалиев. Поединок. Ничего не получится сейчас у Гидуева. Все уже. За кого молится этот зритель? Один-один по периодам. Да, тяжелая встреча. Муртазалиев. Муртазалиев. Ну, и приехал для подписания очередного договора, пока заочного, о сотрудничестве с Республикой Дагестан. И они очень много делают. Они, это Николай Шрифт, и он намоченный представитель Республики Дагестан, Белоруссии, Магомед Садин Айли. И для того, чтобы эта наша дружба крепла с каждым годом. Николай Шрифт, Республика Белоруссия. Ну, вот Махач Муртазалиев. Предыдущее четырехлетие потрясающее соперничество было между великим Бувасаром Сайтеевым и Махачом Муртазалиевым, который сначала потеснил нашего легендарного борца вольного стиля. Но вот решающий чемпионат России накануне пекинских игр выиграл Бувасар Сатиев. Попал на четвертые в свои Олимпийские игры и выиграл третью золотую Олимпийскую медаль. Здесь вы его уже видели среди гостей. И я, конечно, жалею о том времени, которое закончилось. Но вот сейчас брат Мухача. Борется за золотую медаль. В поиске оба спортсмена. Ну вот. Возможность. И выталкивает за ковер. Выталкивает Гедуев. Не расслабляться в стойке. Слишком опоздал арбитр со свистком. Бал Гедуевский. За ковер, по-моему, вышел. Считаю, что свисток был, наверное, Махач Муртазалиев. Но настоял как секундант. Сейчас посмотрит вот эту камеру судейскую. И спорные моменты у нас. Говорит, да. Говорит, действительно, что не свистнул. А мы с вами смотрим. Да, вышел, вышел. Правой ногой за ковер четко совершенно. Ну и, конечно, на обострение идет Муса. Ой, какой был шанс сейчас сравнять счет. И накрывается. Молодец. На характере тоже боролся. Но Гедуев Анувара отстоял это преимущество. И выиграл золото. И первое место в весовой категории до 74 килограммов. Анувар, Гедуев, Кабартина, Балкарская. Я обратил внимание, как у зрителей глаза горят. Продолжение следует.